Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Идем вдоль, обходим вагоны И там мы должны пробраться, где нет турникетов и забора Найти это место, где нет забора Так, девочка Давай руку, блядь Все, девочки Давай руку Держите, девочки Держите меня Я купила сигареты за 200 рублей И вы, уроды Вокруг меня аж народ собрался Я прошу прощения Секунду, мужчина, я разговариваю по циклам Девочки, еды Так, быстро в этот вакон забегай Быстрее, быстрее Там перейдем Ой, печетка, лина В поле у ручья Да! Эй! Блин, Матвей Такой хороший мужчина Да, вот это Это вот там вино И угостил нас Вообще, молодец Блин, Матвей Классно Просто аплодисменты Не, отличный человек Отлично Если ты попадешь мне Я тебя умолю Не, он не попадет Ничего не бойся Давай, бро Давай, давай Давай Ксю, сорян Ксю, сорян Ксю, сорян Ксю, да ты сидишь тут тоже Ты говоришь неправду Почему? 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 Давай, давай Ты рассказывай всю правду Я, 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 я Юрец Промаковский Почему мне кажется, что ты это делаешь и за чувствую вину? Я это делаю не из-за чувства вины Я это делаю из-за того, что я понимаю, что мне надо уйти Теннису учил тебе боксер, как это возможно? Да, как это возможно Как может тебе боксер учить теннису? А как это так? Это он играл и я играл О, ребят, сегодня международный день мужчин Как вы его хотели отметить? Ребят, я хочу вас поздравить с праздником А это сегодня 23 февраля, что ли? Международный день мужчин, нет Это 23, это день защитника отечества Покажи, как, смотри, как по мужике это дело Смотри, смотри, смотри Здорово, блядя Здорово, блядя Нормально, бро Че, как заш? Мы мужики Мы мужики, мы мужики сделаем все А ты мужик? Мужик, я мужик И я мужик Мы мужики, у нас все нормально Уважаемые смотрители, только для вас Сейчас Макс перетанцует стул Но вы не знаете, что стул невозможно перетанцевать Мы готовили своим мужчинам настоящий сюрприз А вы, дорогие девушки, жены, матеря Приготовили своим мужчинам сюрприз Ну да, хотелось бы каких-то танцюличек Что-то там, каких-то интервьюшек Но они решили еще сделать сами Каких-то вещей Хорошо, пусть они готовы сами А мы им сегодня придумываем Настоящее соревнование Чтобы доказать, что они у нас самые лучшие Настоящие мужчины Что же мы сидим, грустим Итак, Макс, Макс Да Ваша нариска называется супер луковая Супер луковый полумесяц Видишь, он половинками Это вроде как луна была в вовне Ну и так, внимание, фантастическая шестерка Вы сидите в самолете, впереди вас лошадь Сзади автомобиля, где вы находитесь Итак, внимание, вопрос Вы сидите в самолете, впереди вас лошадь Сзади автомобиль Где вы находитесь? Я думаю, мы находимся в каком-то месте Где дают галлюциногены Нет? Давайте обдумаем Давайте обдумаем Где может быть лошадь впереди А сзади А, так, подождите, подождите Подождите Да, да, давай-ка подумаем сначала Да, да, давайте подумаем Давай, подожди Ты с ответами не спеши Если ты ошибешься То ты понимаешь, что тебя сожгут на костре Шучу Здравствуйте Получается Что это может быть? Так Это попутка? Это какой-то транспорт Нет, это какое-то место Место Вы сидите Подождите Мы уже сидим в самолете Впереди нас лошадь То есть мы смотрим Впереди нас на какой-то, значит, фильм Где лошадь А сзади автомобиль А там смотрят, видимо, Need for Speed Или еще играют Где мы находимся? Не знаю, я не знаю У нас задание У нас задание Ты нужен Ты нужен Один? Нет, нет, девай Нам пришло суперзадание Для нашей фантастической шестерки Как ты думаешь Как ты думаешь, что это? Впереди вас лошадь Сзади автомобиль Но я жду от вас Городных обсуждений Почему вы ничего не считаете? Значит, если мы сидим в самолете То мы уже в самолете Правильно? Как? Значит, самолет может быть не самолетом Это что-то эфемерное Это что-то в виде самолета Или что-то крылатое Мне кажется, знаете, мы какая-то Тупая шестерка игроков А не фантастическая Если мы были фантастической шестеркой игроков Мы бы сразу бы отгадались Знаешь, если мы сразу отгадались Но с нами бы никто не играл Мы какие-то глупые Шестерка игроков Итак, я считаю Так, 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 так Надо собраться Мы сидим в самолете Так, так, так Давайте Давайте, давайте Ну, ну Кто хочет ответить? Правильный ответ Я думаю, так как у нас Самая активная здесь Это Ксю Поэтому отвечать будет Ксю Нет, я боюсь ошибиться Ты не ошибешься Давай говори Ну, в смысле Я подумала Смотрите, какая была моя логика Да? Получается Лошадь Лошадь есть в автомобиле То есть лошадиные эти Силы, да? Это как-то связано? Вась, Васьч, направь меня, пожалуйста Ну, естественно В автомобиле обязательно есть 100 лошадиных сил Да Есть лошадиных сил То есть, получается Мы сидим просто на переднем сидении, что ли? То есть, ты хочешь сказать Мы сидим на переднем сидении Автомобиля? Да В самолете Ну, хорошо Какие ваши версии? Что вы меня топите? Подождите, подождите, подождите Вы сидите А как ты самолет К этому К ответу К автомобилю Приравняешь? Ну, никак Я просто лечу на самолете И вижу это А, ты летишь на самолете И видишь Автомобиль В котором 100 лошадей И сзади него автомобиль Да, да Просто это очень медленный самолет Самолет на посадке? Он на нем летет Это кукурузник? Да А потом я спрыгиваю Нет, ну а какие у вас вообще предположения? Вы сидите в самолете Впереди у вас лошадь Ну, все У меня уже ступор, наверное Где вы находитесь? В самолете же я нахожу И все Логично Я тоже от этого ушел В самолете В самолете? Ну, Калапрос Ты какой-то каверизный Что же Для дебила Что ли вопрос? Нет, я считаю Я нахожусь на переднем сидении Вообще-то Этого Автомобиля Бентли? Да Ну что? То есть мы даем ответ А как ты думаешь Мы правильный ответ дадим Если скажем Автомобиль Я не уверена Нет Ну хорошо Фантастические люди Что вы думаете По этому поводу? Я думаю Что мы сидим в самолете Хорошо Мы доверимся кореянке Она считает Что мы сидим в самолете Я считаю Что это неправильный ответ У меня все Да Наши пути разошлись Как же нам быть? Давайте проголосуем Итак Наш правильный ответ Мы сидим В самолете Мы находимся В самолете Находимся в самолете Итак Внимание Господин ведущий Наш ответ Мы находимся В самолете Я господин ведущий Сейчас я вам скажу Мы в карусели Ребята Мы в карусели И так очко Уходит зрителям Ну как это Мы в карусели Ну как Вот так Это было обидно Мы проиграли Мы не разу карусели Где есть и автомобили И лошади Одновременно Мы тупая Шестерка Мы тупая Фантастическая Самолеты Карусели С лошадьми Самолетами И машинами Покажите мне Эту карусель Таких каруселей Не существует Это бред Это полный бред Нет, ну почему А может быть Где-нибудь В Ульпинске Такая карусель Существует Нет, нет, не существует Все карусели Карусели Где есть Лошадь, самолет И автомобиль Либо самолеты Либо автомобили Либо лошади Ну другого не дано Я обожаю Кататься в парке Ли, ты что говоришь Ты серьезно? Ты подожди Ты сейчас очень серьезно Это говоришь? Очень серьезно Да, вот сейчас Прям очень Я тебе серьезно Говорю Я обожаю карусели Я люблю ходить В парке И кататься на них Либо самолеты Либо автомобили Либо лошади Ну а почему Не может быть Лошади Автомобили И карусели Я помню Потому что Нет Есть такие Знаешь Автоматические Там самолетик Такой Автомобильчик Они вот так Ди-ди-ди-ди Ну да Без лошадей Итак Фантастическая Шестерка игроков Проиграла Либо я отказываюсь От этого ответа Итак Фантастическая Шестерка игроков Оказалась Глупой Шестерка игроков Ну как глупой Ты знаешь Что такое слово Перемодуляция Допустим Нет А я знаю Я действительно Глупая Итак Мы перейдем К нашему праздничному Блюду Который готовит Вась Нарезает Вась Васич Итак Он режет Уже начинает Картошечку А как называется Это блюдо Это блюдо Будет называться Мангальная курочка С овощами Мангальная курочка С овощами Не мангальная А как это Хрень называется Кирпично-мангальная Казанная курица Казанная курица С овощами То есть Мы нашли Где-то Здесь Казан Я пошел Прошел по району И нашел казан Мы его отмыли Не знаю Умрем мы после этого Или нет Но вроде как Я его отмыл Так Юрий Скажи У хозяина Искать не будет Нам и так хватало С этими документами Проблем Мы просто поехали И мы вернем Итак Давайте Если все дамы Которые нас смотрят Они должны собраться На своих кухнях А вот Пожалуйста Смотри Показывают тебе Карусель Опачки А вон и автомобиль Вот это Да А вон и автомобиль Она сейчас самолет Искать будет Начнем с того Что это не автомобиль Это карета Это старый автомобиль Форд А где самолет Окей Автомобили И конец Москва Сочи Но Самолет Напас Самолета Вот мне если найдут Вот это все Прямо Вместе И автомобили Самолеты Но ты понимаешь Что если уже есть Автомобиль И лошадь Я признаю Что мы Ошиблись Слушай Лея Если мы находимся В самолете То мы в самолете Все Либо лошадь Самолет И автомобиль Либо я так Ни фига Это не канает Тут нет самолета Вот любит она Ложку дегтя Вносить Постоянно Да Да И что же нам делать Я не понимаю Кто прав Кто виноват Я думаю Надо ждать Следующего вопроса И ребята Потому что Меня не убедили Поэтому Видите Опа Хороший вопрос Ребята И так обсуждаем И так Если вкручивать лампочку Нужен один электрик Подождите Сначала вопрос Зачитаем слух Сколько программистов нужно Чтобы закрутить лампочку Продолжай Значит так Лампочку обычно Вкручивают электрики Программисты Программисты Они вообще-то Занимаются другими делами Занимаются другими Но если допустим Программист Решил заняться Электричеством В смысле Пошел в электрике Ну вторая смена у него Он значит там Этим сисадмином работает Он кормит семью Да У него детей много Он сможет эту лампочку Закрутить Может То есть по сути Ты считаешь Что один программист Нужен для того Чтобы Вкрутить лампочку Я правильно понимаю Я считаю Нужно ноль программистов Чтобы закрутить лампочку Потому что Они не смогут это сделать Макс Ты сможешь Поменять лампочку Вы знаете Сколько программистов Нужно Чтобы закрутить Лампочку Вопрос какой-то вообще Глупый Вопрос глупый Ты считаешь Один программист откручивает лампочку, кладет на место, а второй программист берет лампочку и закручивает ее обратно. Два. Ты считаешь, что как бы господин ведущий и товарищ смотрители присылают нам глупые вопросы? Я бы так не рисковал. Мне кажется, один программист. Ты не скушь наследству. Паренек. Че говоришь? Один, мне кажется. Чем на их два? Уверен? Хорошо, один программист. Давайте подумаем. Если это вопрос с подвохом, то в чем подвох? Ну, подвох в том, что ноль программистов вообще нужно, потому что программисты не могут закручивать лампочки. Программист это обычный человек, он что, не может только лампочку поменять? Слушай, а есть какие-то в программировании какие-то лампочки? Есть, существуют? Кстати, да, Максон, что у нас по лампочкам в программировании? Так он задрот, что программирование-то? Какие-то странные вопросы. Мне кажется, ноль нужно программистам. Еще раз твоя логика. Почему ноль? Ну, потому что не знаю. Макс, а у тебя монитор какой для игр? Может, там у тебя лампочки есть? Лампы в мониторе? Нет, раньше было лампы. Это прикольно. Светодиодные лампы есть сейчас. Электрод. Электрон ты имеешь в виду? Я помню такой монитор. Электрон, это еще в 89-м году, я помню. Мне мама купила, значит, этот, на кассетах были еще игры такие. На кассету, а раз вам тянул ГТА, а нет? Макс тогда зачалил. Нет, а Макс... За ЧАЛИ Макс? Тогда еще не было ГТА. Это ты, откуда в тебе это? А, от Бога. Нет, нет, нужно делать так. Юморист, от Бога. Так, смотрите, у нас... Тихо-тихо-тихо! Что ты говоришь? Современные мониторы жизненно цистические эти лампочки используются. Нет, вообще, а раньше, если только до этого, да? Еще где-то в коем веке, да, там, в каком-то году еще, в 50-м. Еще были ламповые мониторы, да, которые... Макс, я не слышу, алло! Я говорю, ламповые мониторы были, да? Глухие, да, что ли? Ну, и 100. Вот, и они использовали, вот, там были лампочки, да. На, глотни, про горло, про, мне кажется, у него сушняк. Чего? Да не, нормально. Ну да. Итак, наш ответ, ребят. Макс. Сколько программистам нужно, чтобы закрутить самую лампочку? Простите меня, пожалуйста, я психую. Значит, лампочка висит, программисты около стоят. Лампочка, чтобы закрутить лампочку. А нахрена ее закручена? Она что, откручена? А нахрена вообще это программистам надо? Потому что есть электрики, которые закрутят лампочку. А программисты программируют. Логично? Логично. То есть, ну, какой программист будет вкручивать? Ребят, ну что, программист? Лампочка сломалась, и надо закрутить. Подожди, он дома, программист это обычный человек. У него дома лампочка перегорела. Он что, не умеет лампочку перезаменить? Он звонит мужу на час. Ну как он, программист, сам посудил? Перезам муж на час и вкручивал лампочку. Знает, компакт, все понимает, понимает. Ну, знаешь, ты хорошо вообще программируешься, значит. Они там плохо их знают, программисты. Нет, ну, любой мужик, неужели лампочку поменять не может? Что же вы пережили? Так лампочку поменять-то? Кыш, кыш, пошел. Кыш, 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 кыш. Макс, ты сюда как-то? Ты лампочку умеешь менять или нет? Я-то умею менять. Лампочку умеет менять? Не, ну, я тебе говорю то, что, знаешь, Так ты шо, умеешь лампочку покручивать? Да, это подвох, понимаешь, программист. То есть, программистов, да. То есть, вы понимаете, что программисты занимают своим делом, да? То есть, у них там, допустим, систему там перестановить. Ну, что вы, айти? Они как-то огонь-разводители. Они в своей сфере развиты, да? А вот в этом, в электрике, там они, допустим, могут там не шарить, допустим. Ты пришел домой. Так, это я так... Посмотри, ты пришел домой, включаешь свет, лампочка перегорела. Ты что, не заменишь лампочку? Не пришел домой патрон, Васич, патрон. Не патрон, в патрон вкручивается лампочка, дорогая моя. Ты еще мне-то бывалому не говори. Окей, он называется цоколь. А, тут цоколь, правильно, а в нем патрон. Вот, спасибо тебе, коллеги, всегда помогут. Итак, наше блюдо куриное феерия. Мы подготовили все, лучок, морковь, картошечку. Что? Я рассказываю о куриной феерии. Потому что мы сегодня будем отмечать праздник, мужчины. Вон, вон, вытащи там маленькое перепелиное яйцо. А Вась-Васич все время подкалывает меня насчет моей маленькой перепелиной фермы. Так, ответ какой. Уважаемые смотрители, если у меня будет перепеленыш, я назову его Вась-Васич. И вы сможете смотреть, как он будет расти и развиваться. Итак, куриная феерия готова. И сейчас мы скоро будем разжигать кофер. Если вы тоже так же, как и мы будете отмечать сегодня день мужчин, то уже пора готовить ужин. И сейчас мы этим займемся. И потом вместе с нами можете... Итак, наш ответ. Ноль программистов. Причем ноль? Ноль программистов, потому что клапочки вкручивают электрики. Каждый должен заниматься своим делом. Ну, это понятно. Ну, что в доме мужик лампочку не поменяется. Ну, Катюш, я тебе еще раз говорю. Ты в мужиках всегда, особенно в такой праздник. Ты посмотри. О, ни одного. Это аппаратная проблема. Программисты не решают. Я же сказала сразу, что это ноль. Надо было довериться мужчине. И мы доверились мужчинам. Вот. И мне вообще... Нет, направлен у меня на правильный ответ. Вообще огонь. Вот как я вам скажу. Итак, стать огнем. И так, дано слово из четырех букв. Но еще оно может быть записано тремя буквами. Обычно записать шестью буквами, а затем пятью буквами. Отродясь, содержало восемь букв, а изредка состоит из семи букв. Ой, это сложно. Кто у нас филолог? Это не я. Ты же у нас педагог по образованию, по-моему, говорила сегодня. Ну и что? Ты хороший педагог? Я математический педагог. Ты математический педагог? Я математический педагог. А здесь смотри, сколько цифр. Смотри, сколько цифр. Да, тут как раз под математику оно попадает. Так, я педагог математического класса дошкольного, первого класса. Здесь и нету дробей и этих. Здесь как раз, знаешь, здесь и нету дробей. Ну, вы знаете, я вообще купила диплом. Я не сомневался. Да, поэтому наша глупая шестерка игроков снова набирает обороты. Итак, я хочу перейти к празднику, поэтому отвечайте быстрее. Я сдаю свои позиции. Дано слово. Из четырёк в букв. Значит, сейчас это слово читается четырьмя буквами. Но ещё оно может быть записано... Ух ты! ...тремя буквами. Охрененная штука, серьёзно говорю вам. Вот это да. Только что пролетел казан мимо нас. Но ещё оно может быть записано тремя буквами. Значит, тремя буквами его можно писать. Обычно можно записать шестью буквами. А затем... Что значит обычно можно записать шестью буквами, а затем пятью буквами? Так. А можно вопрос? Вопрос, о чём вопрос тут, собственно? Какое это слово? Тут нету этого вопроса. Нет, почему дано слово? Тут просто констатация факта, по-моему. Ну, нужно отгадать, что это за слово. Дано. Подожди, представь, что здесь написано, что здесь написано в копках, какое это слово. Ну, подождите, а может быть... Смотрите, смотрите, тут констатация факта. Дано это слово из четырёх двух. Как ещё... Как вы разбиваете эту тему, понимаете, да? Нет, обычно записать шестью буквами, спасибо, семь. Тут же написано, да, но слово из четырёх букв. Можно записать тремя. Дан. Может быть, это папа? Обычно можно записать шестью букв. Помчали. Папа? А как шестью буквами папа? Попустили, как Милана. Это шестью буквами. Нам загадывают все логические загадки. Милана, что вы думаете по этому поводу? Я уже начинаю есть морковочку. У нас пауза в студии, потому что глупая шестёрка игроков, фантастически глупая шестёрка игроков, спала в супор. И мы пригласили Милану для того, чтобы она помогла нам дать ответ. И даже она тоже в ступоре. Мы не знаем, как быть. Что это за слово, непонятно. Итак, глупая фантастическая шестёрка игроков в раздумье сейчас. Посмотрите, как они думают. Никто ужас застыл на их лицах. Да, это очень серьёзный вопрос. Загадка для школьников, но ответа нет. У Миланы есть ответ. Да, 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 мы слушаем. Мне кажется, что данные ответы на загадки задержатся вот в том, что они написаны. Как, дано слово из четырёх. Дано из четырёх, ещё три, обычно шесть, затем пять. Отродясь восемь, а изредка семь. А, а изредка это семь букв, да? Отродясь восемь букв. Подождите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Милана, вы посчитали невнимательно, мне кажется. Бук-ва-ми. Итак, Милана дала свой ответ, но он, кажется, оказался неверным. Три буквами. Фантастически глупая шестёрка игроков опять вступали. Обычно шесть букв. Дано четыре буквы. Затем пять букв. Ещё три буквы. Отродясь восемь букв. Да, да, обычно шесть букв. Считайте, считайте, считайте. А изредка семь букв. Ну всё правильно же. Нет, нет, мне кажется, что что-то неправильно. Посчитайте, я хочу, чтобы вы прям посчитали пальцем. Ладно, давайте, смотрите, я посчитаю. Смотри, оно, раз, два, три, четыре. Так, так. Оно, раз, два, три. Обычно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Затем пять. Раз, два, три, четыре, пять. Отродясь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Изредка. Ну вот, видите. А изредка, что значит? Значит, да. Смотри, смогу показывать вот эту карусель. Где самолёт? Нету самолёта. А, фантастическая, глупая шестёрка игроков опять. Изредка семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Значит, наш ответ слова. Ну да. Вот я поэтому и спросила изначально, а в чём тут, собственно, вопрос? Вопроса-то нету. Тут констатация факта голая просто. И так, внимание, правильный ответ какой? Ну, получается, слова, которые... Как можно ответить на констатацию факта? Ну, я слушаю. Ага, значит, наш ответ это первое слово в... Первое слово в... Но ещё это не слово. В каждом... Макс, может, ты ответишь? Отвечай эти слова. Мне кажется, слова, которые здесь записаны, да, вот это вот... Дано, вот эти слова, четыре буквы, да. Так, три буквы это оно. Ну, то есть, слова дано, но обычно шесть букв. Отвечает Макс. Затем. Мы не отверены. А почему я так считаю? Напомню. Почему ты так думаешь? Мне кажется, это неправильно. Как неправильно ты посчитай? Ты же правильно посчитал. Нет, нет, я имела в виду не это. Как нет? Я имела в виду буквами, дано буквами, можно записать. Я и говорю, дано буквами четыре, да. Покажи, я не понимаю. Ну вот, четыре буквы. Итак, Макс, затрудни все в положении, потому что он не понимает, что происходит. Итак, подождите, еще раз дадим Максу шанс. Максим, отвечай на вопрос. Давай. 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 И мой ответ. Оно. Слова вот эти, да, которые формулируют вот это вот задание, да. Ты слова просто прочитай. Да, но оно обычно затем, отродясь, изредка является ответом на этот, то есть, вот этот. Я тут уже ответил. Молодец. Итак, все, он ответил правильно. Правильно. Не, молчу. Не, ну серьезно, молчу вообще, да. Молодец, Макси. Реально. Просто супер. Опа. Итак, что нам, и что, мы переходим к праздничному ужину? Милана, у нас сегодня будет праздничный ужин. Вы знаете, что сегодня все, что здесь машина. Мы хотим поздравить наших мальчиков. Вот, смотрите, у нас называется будто куриная перья, если вы успели заметить. Это куручка, она уже замариновалась здесь, мариновалась на весь день. Это картошечка, лучок. Надеюсь, ребят, не расстроятся, что я всю туалетную бумагу перевел, чтобы рожить. Ну, я что виноват, что снег идет? Всю туалетную бумагу перевел, блин. Опять задницу придется. Ну, ладно, буду молчать об этом, вдруг кто-нибудь меня услышит. Фуф, капец, вот сейчас будет жара. Чтобы войти на нашу вечеринку, нужно принести 6 ложек. Это обязательно условие. Это дресс-код такой. Вы ставите для него сегодня? Нет-нет, я вам говорю, что у нас сегодня вечеринка, а вечеринки всегда... Хорошо, а какой у вас снова у нас сегодня? Какой дресс-код для него? Дресс-код для него таков, что сейчас он все это нарезал. Хорошо, и Катерина? Я почистила картошку. Катерина все почистила. Ой, как классно! Безумный Макс просто стоял рядом и не подходил. Это обязательно условие этого блюда. И слава богу, потому что он был с нами. Что делала Ларина? Лия, кстати, на самом деле тоже резала морковочку. И сейчас она пойдет... А я сейчас веду обсуждение... Собственно, я и есть администратор этой вечеринки. А я должна принести ложку? Конечно. Если не, то пожалуйста. Это входной билет. И я на самом деле могу, понимаете, организовывать любую вечеринку. Она испугает. И так, Милан, для того, чтобы войти на нашу вечеринку, обязательно нужны ложки. Что вы думаете по этому поводу? Это да. Спасибо, Милан. А если вы еще нам дадите место, Катерина? Не стоит. Не стоит на нее давить, Катерина. Спасибо большое за ложки. Если вы принесете, это будет очень хорошо. А тарелки? Это на следующую вечеринку. Если она к нам придет, обязательно принесут тарелки. Что, из казана есть будем? Мы будем есть с горшочка. Но это же так сближает. Это же так сближает, сказала Милана. Что вы думаете вы по этому поводу возьмете? Блин. Классно. У вас просто в крови, наверное, делает такие мангалы. Серьезно, нравится, да тебе? Нет, серьезно. Он просто классный. Как ты вообще его придумал? Слушай, знаешь чего? Ты знаешь, что армяне из огня появились? Армяне появились из огня? Я не знаю, я верю, потому что как ты так мангалы тут построил? Ну, из коньяка тоже, вместе с огнем. Армяне появились из коньяка? Конечно. Первый армянин, знаешь, как появился? Короче, сначала был коньяк. И коньяк этот был пятизвездочный. Ну, слушай, ты пока что арарат ноль звезд. Ты арарат, то есть ты виноград. И коньяк этот был... Вот, был, короче, пятизвездочный коньяк, и был Ной. Просто тогда был и коньяк, и Ной, и Ной не знал, что он... Коньяк. Коньяк его может это, немножечко подшатнуть. И, короче, в итоге ковчег-то остался на горе, потому что Ной, ну, как бы по правилам дорожного движения, нельзя, когда ты не трезвый, водить, понимаешь, вот, нельзя, нельзя, и поэтому вот так и произошло все. Курочка дня. Давай, итак, значит, смотрите, как мы будем это все готовить. Значит, сначала, сначала мы в казан наливаем масло. Масло, казан должен подогреться, масло должно... Раскалиться. Раскалиться. Максимально. Максимально раскалиться, максимально раскалиться, спасибо, Максим, максимально раскалиться. Показать. Затем мы кладем туда лучок. Бархатистый. Бархатистый лучок, он обжаривается, постоянно мешая, он обжаривается до золотистой корочки. Потом туда идет морковочка. Значит, морковочка там жарится, жарится, жарится. Она туда летит просто бегом. И начинает тусить лучком. И потом пакет. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Когда у Лучка и морковки идёт пати на хате прямо с жаровня, то туда идёт Курякинка. Она такая, эй разгони танцпол! Она туда прямо начинается постоянно помешивание, постоянно мешание всего. Вакханалия будет плотная. Затем, послушайте, это очень важно. Почему никто не спрашивает? Подожди, а у курицы может быть, допустим? Какая-то связь с луком и морковкой? То есть они не подерутся? Нет, нет, ты чё, там нормально, там же есть охрана. Конечно, там есть секьюрити. Служба безопасности. Служба безопасности, всё в порядке. Так вот. Потом на вечеринку приходит Картофан. Картофан? Приходит на вечеринку и говорит типа Эй, братан! Все, что у нас в Картофан? И этот Картофан начинает тусить, тоже тусить со всеми. И потом туда идёт помидорчики. А девчонки где? А девчонки это помидорки. Весёлые помидорки. Они сверху начинают, как бы, лайтово делать. Как вы понимаете, в нашем доме никогда не бывает скучно. Потому что мы все здесь ху-ху. Максим, а ты да чё ещё скажешь? Так. Я думаю, надо сервировку сделать. Ребят, вечеринка. Я ухожу. А ты что? Куда пошёл? А ты скоро вернёшься? Всё, на улицу. Давай. Всё, мы погнали. А, масло! Масло, вот. Лия, забери и накинь обязательно кофточку или курточку, потому что забернешь. Ну, вот так, лёгким движением руки, мы потеряли часть картофеля и лучка. Ой, они подбиты. Их подбило... Итак, всё, отобрали. Наша куриная феерия ушла... Некоторая наша часть потерпела крушение. Потерпела крушение? Да, они ранены, то есть и всё, и помирают. А как бы им накинуть жизни? Жизни? Их можно излечить, конечно. Как всё дело? Я не знаю, как мы будем спасать. Вы видели совок? Нет, я совок вообще не видела. Совок никогда. Вопросы не ко мне. Нет, конечно же. Вы не видели совок? Нет. Мы вообще не знаем, что такое совок. У нас нет ничего. Он нам нужен был долгое время. Мы его искали в каких-то частях дома. Там мы искали совок. Кать, где мы ещё искали совок? Везде искали. Вот там мы искали совок. Вечеринка. Мальчики с праздником. А также всех мужчин-смотрителей, которые нас сейчас смотрят, мы хотим поздравить со всемирным днём мужчин. Будьте настоящими мужиками, ребят, которые умеют всё-таки вкручивать лампочки. вкручивать. Та-дам! Катя, браво! Мне захотелось выпить после ваших слов. Да-да-да. Было бы неплохо. Милан, вам выпить не захотелось? Нет. Точно? Точно. А почему? Это кончательный ответ. Это кончательный ответ. Это что? Твое самое любимое блюдо? Ты всём об этом рассказывал? Он пытается разговаривать с живым человеком. Я просто думаю. У него блюдо не очень хорошо. А, кстати, её не стало, понимаешь? Тут её уже, это... Она исчезла. Исчезла. Ты думаешь, что это иной предел? Мне надо её прокачать. Вот, иди. Я не успел, оказывается. Грудинку прокачать. Она меня обиделась. Ну как тут дела? Ты пришла одеться, там холодно? Да, пришла за пуховичком. Бывает такое, да? Да. У тебя сейчас попадаются? Да, конечно. Там у меня пуховичок. Попадает. Попадает. У меня не продукты пропадают. А, другое. Ой, а это что такое? Это вечеринка в нашем Казани. Слушай, это вечеринка овощей. Как бы фантастической шестёрки. Вот смотри, Максон с этим, видишь? Вот это вот. Вот это вот. Вот это Макс. Он как бы постоянно крутит что-то и постоянно... Вот лие. Снег идёт? Вот это я. Я хочу посмотреть. А что ты с перчиком всегда? А вот я хочу посмотреть снег. Можно мне? Я пойду. Ла-ла-ла-ла. Где Юрец взял казан? Где ты нашёл? Главное, что... Я знаешь, что думаю? Смотри, если он в казане умеет готовить такие блюда, и это будет вкусно, то в принципе он может порционно продавать, походить по деревне и порционно продавать какие-то блюда из казана нет порционно ходить продавать нужно конкретно в определенном месте там где люди в этом нуждаются я пойду посмотрю что там ходить по деревне и люди сами дома поедят а вот допустим люди на работе стоят например на рынке и они не могут там приготовить и когда ты ходишь горяченько несешь поесть, тогда там ты не можешь слушай Максон, а может быть ты переоденцем будешь ездить куда-нибудь там что-нибудь или в игральные клубы ходить там и играть за деньги ну ты же армянин обычно ты платишь, тебе не платят за деньги если мне выезжать там допустим что-то поправить там ну что-то переустановить выездным короче работать ну а почему не работать с этим как ты играешь киберспорт я услыхал там сел там и играешь в какой-нибудь там это есть такое чуть-чуть денежки зарабатываешь тоже да какую-то команду там раз в месяц или раз в месяц ты ездишь на тренировку там будешь там играть я на самом деле поиграл бы это надо да, тоже можно сейчас такие игры я видел такая графика говорят я прав? да вот вот а как бы это киберспорт то есть это надо собирать команду свою и участвовать вместе за деньги да там бороться Катя, а ты что думаешь? я думаю знаете ребят может быть мы все-таки придумаем как мы до этого говорили какую-то свою концертную программу там несколько номерочков и будем с ней без ездить значит смотри я могу я могу наложить мелодию на какие-нибудь стихи Есенина я уже так делал мне задание приходило да кстати я видела да мне задание приходило и как бы выучить эту мелодию и акапельно как бы петь в своем таком формате типа вот та 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 вот и вот эти лирические задушевные песни да Максон Максон это бог танца как бы я на потенциале сам ченн тату тебе бы позавидовал а вот о чем я говорю ну вот допустим если вот я просто к тому что смотри программа буквально на 10 минут на 10 минут которую мы можем ее продавать вообще везде вот значит песня танец стих песня и потом что-то общее типа а вот как бы слушай тигран великий тигран великий вспомнит 6 декабря мы должны быть настоящими think about это тигран великий через пару минут будет готово что готово что готово через пару ха 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 ни хрена себе так вспомните 6 декабря мы должны быть настоящими think about it ну что ты знаешь 6 декабря 6 декабря это день армян что ли ха ха нет а что это ну короче 6 декабря подумай об этом международный день армян вспомни 6 декабря мы должны быть настоящими тигран великий написал короче мы просто должны быть настоящими ребят это моя одна история в общем я был связан с одним делом и сейчас до сих пор связан в общем это дело называется мы должны быть настоящими ну что за дело ну суть в том что надо быть надо быть настоящим надо быть настоящими да что ты нам говоришь понятно мы это и так понимаем что за дело о чем ты говоришь это постановка определенная даже театральная такая постановка вот я там участвовал в ней кем актером 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 да актером так ты же певец и танцок ну и лицедей тоже вот человек оркестр просто вот да вот так меня и называют а так ты был на фото да вот и 6 декабря так расскажи про эту постановку так шикарная постановка просто Бориса Васильева вот есть такой этот азори здесь тихий знаете вот там про девчата и этого чувака вот то же самое просто я там играл одного еврея вот школьника армянин играл еврея понятно вам ладно короче играл я еврея там вот история очень классная потрясающая про школьников кстати кстати они суть в том что они молодые только закончили школу а тут война поняли? они молодые вообще не знавшие нифига короче идут на войну и все погибают мой персонаж тоже погибает он взрывает себя с гранаты короче сам потрясающая штука реально я очень счастлив что участвовал в этой теме это очень крутая штука если когда-нибудь я отсюда выберу со своим наследством я обязательно вас всех позову может это еще скорее всего это будет еще живо и будет играться как-то людьми я просто вообще не в курсе что происходит вот такие дела очень классно то есть получается это постановка а это что за фото а это я вон справа смотрите на меня где вон ну ты что а с кем это ты а это мой дедушка царство ему небесное вот и мой братишка слева и моя бабуля да родной брат вы не похожи вообще с родным братом да почему а у тебя волос там нет это как-то я узнал что я о Кудрявых в 19 лет ребят в институте я вот видишь сегодня рассказывал вот какие волосы у меня были видишь это мой дедуля он рационализатор он гений он много изобретений изобрел про него книжки писали помните а где вы это где вы походитесь а это город какой дедушка с бабушкой в Сибири были вот а это люди с которыми я играл мы должны быть настоящими здесь ты похож на Сергея Лазарева да вот такие дела ребят у меня казан там горит серьезно мне надо идти ну давай иди и возвращайся да я вернусь не мешай обозвращайся да 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 пойдем ну что пойдем кто-нибудь они да да прокачался масло здесь все налит уже а это сюда а ну что-то пошло не так чуть-чуть подождите рановато рановато мне нужно сила да думаешь рановато да я не то чтобы так думаю я уверена в этом на 100 так что говорит я стал очень слабый мне нужна энергия присесть так что делать дальше голову так вот так прыгай назад сейчас подожди я я должен вот так вот так я сдавай бог бог да какой вот в левый в левый так 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 еще давай и чё еще надо до на 360 на 360 да потом мы с тобой должны перелететь на 360 с одного прыжка эти 4 передаю 4 точно будут да да точно будут отвечаешь хорошо давай и на 360 так и чё все теперь смотрю так подумаешь короче она подымаю ногу так вот так делаю так и стоишь вот так минуту я как собака сейчас чувствую стоять 4 должны передаться сейчас они передаются 4 да все пошла передаваниях файлы пошли архивация проходит подожди подожди не 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 отпускай загорелся казан загорелся мы налили туда масло и масло как вспыхнет в этом казане мне кажется что буринная феерия может не состояться потому что это очень опасно мы конечно будем прилагать все усилия которые возможны мы будем держать вас в курсе событий но там происходит что-то странное потому что вася васич ты должен пойти разобраться на проверку да потому что я не понял блин без меня я так и знал до одного с огнем оставлять это это очень опасно и так дамы и господа которые нас смотрят и которые мы говорили что мы устраиваем праздник пуринная феерия под большим вопросом потому что мы не знаем что делать дальше загорелось все вы потушили хоть все нет нет мы ждем пока кстати там еще пошел снег поздравляю вас с первым снегом ну это уже не первый вот первым снегом нужно умываться чтобы с красивой что там произошло у вас что делать дальше непонятно а ты пропустила сейчас я так понимаю куриная феерия у нас все в кранты и что там было он прям прямой волос да ну конечно скорее всего не раскалился да его надо подобрать он уже дырявый все уже дырявый может до этого был дырявый как ты думаешь вася вот это вот что такое ты где он нашел скажем у кого-то соседи на мусорке его нашел ну естественно где он еще идет слушай может его слепить обратно давай вот скинем и потушим а как ты его слепишь ребят у нас на вечеринка пропала серьезно как мы готовить все будем а может быть поставить противень под казан противень под казан и казан все равно сверху так и все ему пипец нет 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 что нет ну да 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 ну а как если вы масло залеете масло будет плиться прямо на это ты она будет загораться почему масло и загорелось потому что она в угли попала я так понимаю да ну милан я же вижу ты в тапочках да конечно хорошо я пытаюсь склеить а как ты его склеишь все ему пипец ребят у нас казан очень лопнул казан масло это же меня просил ребят но но мы испортили казан так ну а как может быть мы все это на противень тогда в духовке запечем ну естественно другого пути у нас никакого нет просто другого пути у нас никакого нет я не знаю что делать единственное значит а дух огня кто-то вызвал дух огня он есть ну дух огня видишь он не хочет чтобы у нас было висели понимать а как ты выглядит дух огня по твоему как огненный как он может показать что такой дух огня как ему такой вот весь в огне короче его нельзя показать ну как это вот он проявляет свою силу сейчас а откуда он проявляется ну как откуда ну за огня появился может хоть а как это может ты продемонстрируешь мы себя поджечь не меня поджечь я сгорю ты чего какой ты живой что ты сейчас делаешь скажи мне пожалуйста я сейчас пытаюсь доказать что программист лампочку не может поменять но но у нас там чипы понимаешь это я понимаю не макс огня боится не пойдет макс то есть не сгорел сейчас лучше я безопасность короче полетела канала рано положил на огонь и железо внутри лопнуло почему масло загорелось потому что оно прямо на угли через казан да а вы скинули а вы скинули что они нет еще ничего не скинули хотя хрен узнать может быть и скинулись короче давайте просто зажарим все мы так и сделаем сейчас принесем духовку ой сейчас принесем все обратно и будем духовке это все делать разложим ну потому что другого варианта я не вижу а как можно было сломать катан ну как как температура огня была слишком большая он ее положил сразу ты несешь да все такая дура а мы хотели пойти так умудрился короче вы не представляете что было казан лопнул уважаем смотри представляю вам первого армянина который не сумел сделать еду потому что все у него провалилось ну как так ну объясни ну как так так что ребят я точно не заработаю вообще не заработает это единственный на кавказе который не умеет жарить мясо так давайте чтобы экстренно принимать какие-то на час если мы примем так а как мы с вами сделаем а если бы если бы на самом деле у нас кулинарное шоу во-первых продолжается а во-вторых если бы у нас была сковорода мы бы сейчас все бы это зажарить так как у нас нет сковороды нам придется сейчас придумывать что-то нереальное находим еще если что-то потому что куриная феерия куриной феерии быть а потому что это супер блюдо так катя как какие ты примешь меня хочу сначала вот это все переложить куда на салфеточку ребят маслица полить а потом все разложить слоями как еще да согласен короче следующий раз если мы найдем казан где-нибудь или и это этим 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 макс и сюда отойдите что такое ничего а может все положим в горшочки я встал нет сейчас мы вот это все переложим наши мужчины не справились и катя берет все свои жесткие руки прям вот так хватает подожди он говорит что это опасно я не хочу ловить нет вообще сегодня знаете почему сегодня всемирный день мужчин и готовить ужин должны были мы они мальчики вот так вот поэтому сейчас исправим ситуацию очень быстро ребят мы сейчас приготовим настоящий праздничный ужин покойте сейчас на смысле куда ты это больше все пали итак уважаемые женщины я хочу чтобы тоже своим мужчинам устроили настоящий праздник если ваши мужчины сейчас на кухне срочно оттуда их выгоните и займитесь сами приготовлением им шикарного романтического ужина мои мысли сейчас были не о том что говорила катя я думала о другом что можно подарить вашим мужчинам и мне кажется это будет лучше чем куриная феерия вася ты хоть раз да конечно я очень часто готовил мясо к нам у тебя сядь приготовить и все ты всегда активно пошел и думал что ты знаешь сознание в делах что делаешь так он дырявый был да нет он лопнул в этом потому что теперь он дырявый был Катя сейчас все сделает сама, мужчины не лезьте. Вася Васич умеет жарить шашлыки, умеет готовить в казане, плод, хаш, хашлапу, все что угодно. Если что, его зовите. Я вообще не в курсах, ребят. Я хоть и армянин, но я больше по музыке, по танцам и так далее. Вася Васич может все. Он все реально может сделать. Любое блюдо, какое не закажете, он все может сделать. Запомните, Вася Васич. Хочу сказать, что... Хочу сказать, что если у кого-то произошла такая же ситуация, как у нас, главное не отчаиваться, а сразу принимать какие-то меры и быть креативными. Правда же, Катя? Да, главное, значит, в любой ситуации есть выход. Так, картошечку. Уважаемые зрители... Подождите, подождите, Максим что-то пытается делать. Уважаемые смотрители, пришлите Максу, пожалуйста, ноут. Я уже прошу, это не... Ноут мне он нужен, нам нужен всем ноут, потому что надо спасать все, понимаете? Это так невозможно жить. Нужен ноут обязательно. Давайте активно поддержим Макса все, да. Мне кажется, Макс заслужил ноут. Вот мне нужен, понимаете? Это экстренно очень... Это как не отложка, понимаете? Это крайняя мера, понимаете? Давайте все, давайте все попросим. Максим, Максим, подождите, а вы ведете себя как попрошайки. Пожалуйста, аргументируйте, почему вам нужен ноутбук. Смотрите туда, смотрите туда. Ноутбук нужен, Максим нужен. Обострение. Без него он, понимаешь, чувствует слабость, да, то есть недомогание. А ноутбук поможет восстановить Максу силы, понимаешь? Восстановить ХП, все, что у него есть. А почему ты говоришь о себе в третьем лице? В третьем лице? Да. Он не знает, что такое третье лицо. Как не знаю? Ты что, это вид от третьего лица, переключаешь режим. Есть от первого, есть от второго, есть от третьего. Что, не знаешь такие? Режим приключений. Ага. В игре есть такие режимы. Сейчас я пока от первого лица, видишь мои руки. Это от первого лица. Это от первого, ага. А от третьего, когда тебя показывают, это третьего лица. Ага. Камера. Я от первого. Вот я обращаюсь от первого лица, смотрите, чтобы вернули Максу новую. То есть, ноут. Ты 3D-Макс? Ну, в какой-то мере, да, 3D есть. Если 3D-очки у тебя есть. А, то есть если... Ты увидишь Макса в 3D. То есть, если надеть 3D-очки, то... Возможно, да, увидишь. Нет, даже, мне кажется, увидишь в 3D. Ага. А что? Очень интересно. А ты думал, я платформер, что ли, какой? Подожди, а сейчас я вижу тебя в 2D? Сейчас пока в 2D. Ну, у тебя резит в глазах. Рябь есть? Очень рябит у меня все. Да. Значит, в 2D. Я не понимаю, правда, правда, или правда это или вымысел. Ты серьезно говоришь об этом? Серьезно. На полном серьезе ты говоришь, что ты в 3D? Серьезно? Да, надо попробовать. Что попробовать? 3D. А, попробовать 3D. Применить надо. А, применить 3D. Макс 3D, он другой Макс. А как он себя применяет? Ну, так, он может без себя проходить, короче. Так, Васич, я хочу продемонстрировать и рассказать нашим хозяюшкам всем рецепт нашего оригинального блюда. Первый слой мы сделали курочку замаринованную. Дальше порезали полукольцами лучок слой. Следующий слой у нас была морковь кольцами. Далее кубиками картофель. Потом мороженый, перец и помидорки. Сейчас я сбегаю на улицу. У нас там есть сметанка. Макс, принеси. Да, ставь, ставь, греться. Да, молодец. Давай, иди, иди ставь, значит. Сметанку неси с этого, с улицы. А вы уверены, что это получится? Только какой-то пирог. Это отличная будет запеканка. А это пропечется все? Конечно. Конечно, это будет очень хорошо. Вкусная запеканка. А я всем временем ем. Это не нужно. Теперь, Катюш, смотри, на какую, на какую, сколько градусов ставить, на какую, сколько, сколько градусов нужно ставить, скажи мне, пожалуйста. Градусов, поставим мы на пока на 180-200 градусов. На 180, я думаю, для начала, потому что, смотри, когда она даст сок, даст сок, она будет там прокипеть. Вот, конечно, мы немножко это все сейчас, да, переборщили. Переборщили, нет, сейчас это все уляжется. Да, оно, как бы, согласен, оно пойдет сок, пойдет сок, и это все уменьшится из-за того, что, как бы, объем этих замечательных овощей будет меньше. Значит, смотрите, уважаемые смотрители, получается вот такой вот замечательный овощной пирог, я бы сказал, с курочкой, хотя это можно назвать рагу из духовки. Как вам такое? Рагу из духовки. Это называется тяжелая серия. Обязательно, сейчас мы что сделаем? Подсолим. Смесь перцев, у нас появились приправы, смесь перцев, и обязательно, конечно, душистые травы. Именно душистые травы сейчас спасут нашу ситуацию. Без душистых трав никуда. Чтобы сюда... Я снова, я снова хочу поблагодарить всех, кто нам помогает с продуктами, которые привозят нам продукты, также, которые вчера встретили мы очень благотворительного и щедрого мужчину по имени Матвей, который купил нам эти приправы. Еще раз очень спасибо большое, очень приятно. А мне напоминает, это мой ноут. Матвей гоняет голубей. Это напоминает, это мой ноут? Здесь видюха, допустим, там же инвестер. А тут у нас... Это приправы, что ли? Тут у нас клавиши, да, то есть, видишь, как мне напоминает, это мой ноут. Постараюсь. Вот, еще. А я хочу сказать, что это не особо... Так, брендовая сборка. Перец черный и смесь перцев. Душистый и правый, черный перец и смесь перцев обязательно. Как вы думаете, сколько здесь может быть калорий? Ну, калорий я считать не умею, мне не до этого. А ты соль есть? Я скажу, что это относительно диетическое блюдо. Как это? Ну, сметанка, сметанка у нас здесь. Смотри, иди вот, хватит, не дайся. Вы там очень хорошо бы стоять. Ты тут не тешишь. Иди ко мне, мой зайка, идем. Ну, это мой ноут. Не волнуйся, твой, твой, твой будет все твое. Все, не волнуйся, не волнуйся, все твое. Давай включим его. Как мы его включим? У нас нету. Тихо, тихо, не переверни. Как ты бы это включил? Надо подключить его. Так, сметанка попозже может быть? Ладно, чуть-чуть можно и сейчас. Зачем ты его, это, он же и так чистый. Кто чистый? Ноутбук? Да. А ты его смазываешь? Смазываю. Нельзя ноутбук смазывать? Так ты его протираешь. У вас вакс немножко, у него осеннее обострение, он сходит с ума. Так ты его влажная ляпочка протирает. На мой противень, он думает, что это не буду. Послушай меня, Кать, по бокам смазывай еще. Вот видишь курочку? Вот так вот по бокам, она выглядывает, по бокам смазывай курочку. Обязательно мы здесь все промажем и бока, и серединку, все обязательно мы промажем. Можно даже не волноваться по этому поводу. Не стучись, Катюшенька, все хорошо. Так, открывайте духовочку уже, и я несу это блюдо в духовочку. Не, а как в духовочку? А если он сгорит? Кто сгорит? Нормально будет? Ноутбук Макс, у Макса немножко, уважаемые смотрители, у Макса просто случится серьезное обострение, если вдруг у него не будет ноутбук. Он уже забирает мой противень и думает, что это его ноутбук. Не посюда, она добавит на Мак. Не мешает, не заедет. Так, что там такое написали? Что это такое? У вас здесь достаточно. А там осталось это, я говорю, недостаточно сметаны, чтобы она... Слушай, это своя тема. Сейчас, погодите. Уже и это осталось, она никуда не сюда. 4 1 калория пасту, все 4100 калорий в одном грамме жира. Для упрощения цифры округляются. Если портить еду, содержит 20 грамм белка, 25 грамм углевода, 10 грамм жира, то расчетная калория составит... Знаете, что? Так, сейчас я посчитаю калории в моем... Запомнила, да, брат. Подожди, подожди. Здесь было 2 курицы, да, получается? Так. А в 100 граммах курицы содержится 230... Нет, 260... А где, кстати, Юрец? Очень хороший вопрос. А, мне кажется, он сушит голову, потому что он намок. Да, как вы думаете? Он сушит голову, потому что намок? Смотрите, в 100 граммах курицы содержится примерно 250 калорий. Потом в картофеле содержится... Подожди, дай я помолю. Убили руки! Помолюсь. Нет, в картофеле содержится мало калорий, потому что там очень много крахмала. Поэтому картофель есть не стоит. А вот, потом там будут помидоры. Конечно. Да, только... В общем, в 100 граммах... В 100 граммах этого блюда примерно... Мне кажется, 400 калорий вот так где-то будет. Ну хорошо, давайте 50. В зависимости от того, какой кусочек курицы попадет. Потому что курица была... А как он сделал? ...соскоп. Я не знал. Почему они меня не слушают? Я вам рассказываю о том, что такое блюдо на ночь лучше не есть. Потому что там есть картофель. А картофель вообще не стоит укушать, потому что это сплошной крахмал. Итак, в нашем блюде, мне кажется, примерно... Примерно это зависит от того куска, который вам попадет. И вообще курицу лучше ест. Так вот. Без кожицы. Ну, примерно там будет 350 калорий. Вот так. В 100 граммах. В 100 граммах. А 100 грамм это совсем маленький кусочек. То есть, соответственно, каждый из нас... В 100 граммах. Да, я... Да, в 100 граммах. Да, да, да. А я 100. В одном грамме белков и углеводов. Не я. Ты что рассказывала, Ксю? Я вообще рассказывала, сколько в нашей запеканке будет калорий. В 100 граммах, мне кажется, будет 350. Но так как каждый никто не ест по 100 грамм, каждый скидает примерно по 400, то, соответственно, там будет очень много калорий. Ну, а пока, ребят, готовится наше блюдо. Я хочу вам кое-что предложить. Что? Мальчиком нашим. Да. Ты что, уже на все согласен, что ли? Ты еще раз не знаешь, что мы хотим тебе предложить. Кате вряд ли что-то плохое может предложить. Вот именно. Правильно, Юра. Да. Васич, давай сюда. Заканчиваем там посиделки. Я думаю, 6 декабря я все вспомнила. А? Я сегодня... А что было 6 декабря? А что было 6 декабря, я не поняла. Мы должны быть настоящими. Вы должны быть настоящими? А, тебе не слышно. Мне тут задание было. Ну, какое? Вспомни, 6 декабря. Лия! Мы должны быть настоящими. А что это значит? Подумай об этом. Что-то я не поняла. Можно как-то разъяснить? Ты просто там была. Ну, так это нужно только тебе подумать или что? Пошли, начинаем. Что такое? Давайте. Мальчики, сегодня в такой всемирный день. Да, можно встать. Потом домоем все, мы с нами. Мы вас хотим поздравить с Всемирным днем мужчин. Ой. Вот, да. Хотим вас поздравить с Всемирным днем мужчин. И вот, мы вас уже очень полюбили, несмотря на то, что мы вас знаем совсем очень мало. Но родственников не выбирают. Мы вас любим такие, какие вы есть. И мы уверены, что вы у нас самые лучшие и достойные мужчины. Ребят, но все равно мы хотим убедиться. Это мы поняли. Но мы хотим, чтобы все смотрители убедились в том, что вы на самом деле очень крутые, необыкновенные. Не такие, как все, а самые лучшие наши мужчины. Мы хотим сейчас провести такое небольшое, маленькие. Чисто такие юмористические соревнования. Вот. Начнем с того, что первый такой будет конкурс для вас. Это ваша визиточка. Вам дается одна минута просто приветствия о себе. Кто хочет стихотворения, кто хочет рассказ, кто хочет песню. В общем, кто как хочет, тот и расскажет про себя что-то. В общем, одна минута подготовочка. Кто готов уже сразу, можно сразу выходить. Визитка, приветствие. Как обычно, в КВНе. Визитка, приветствие. У вас есть минута, ребят. Поехали. Минута. Малень, нам что-то будет. Мальчики, успеете. Давайте. Мы хотим доказать. Мы хотим доказать нашим смотрителям, чтобы вы у нас самые оригинальные. Самые крутые. Поехали. Куда? Давайте куда определимся. Давайте вот сюда. Вот. На эту камеру. Я Юрец. Я сжигаю казаны до такой степени, что они трещат по швам. Но у меня всегда есть лучший родственник Вась-Вась, который, если что, меня спасет. Мне 25 лет. Лучший родственник Вась-Вась, еще более лучший родственник Максим Безомный. Он 3D. Я пока его не знаю, но такие родственники очень нужны. Потому что я надеюсь, что я когда-нибудь с ним зарублюсь в Counter-Strike или во что-нибудь, что-нибудь подобное. Вот. Я люблю жизнь. Я счастливый человек. Эк-эк. Пау-пау. Это было супер для меня. Так. Супер для меня. Вась-Вась. Вась-Вась, следующий. Значит, я Вась-Вась, я мужик. Я знаю, что я могу хоп и в каждого проник. Я тот человек, который знает, что нужно вам. Потому что я могу с мадам сходить туда-сюда. Да ладно, я шучу. Жена моя, привет. Ты знаешь, что силен я. Но если вдруг мне что-то надо, считаю я стихи отпада до услады до твоей. Хочу передать семье своей привет. А девочкам респект. Юрец, я все правильно делаю? Все правильно, Юрец, это конкурент. О да, о да, такой вот я, я весь мужской. И знаю, ой, что надо мне иметь всю силу. Максим, давай поможем Милам. Отличное приветствие от вашей встречи, наш безумный Макс. А я, собственно, и есть Макс, тот, который все знают из вас. Вот, я не простой, я игровой, но я еще и заводной. Могу развеселить и просто так, на простом месте дать жару и подбодрить. Джига, джига. Драко, драчо. И дальше мы начинаем уже на движение. Да, как говорится, уже начинаем движение, плавно переходящий в экстаз какой-то такой. Живи, ставь за оценки. Отлично, я думаю. Вот у меня есть, Макс. Нет, нет, я думаю, что... Да, да, да. Игровой Макс. Отлично, Игровой Макс, отлично приветствует Игровой Макса. Я думаю, сейчас будут голосовать наши уважаемые смотрители. Кто вам больше нравится из наших мужчин, это Вась Васич, Юрец или Игровой Макс. Нести голосовать, это что, конкурс что ли какой-то? Ребят, вы самые лучшие. Это же просто поздравление. Ну, конечно. Да ладно, ты расслабься. Хорошо. Чудо хрень. Так, ладно, Вась Васич, следующий давайте конкурс начинаем. Ваш девиз по жизни нам очень интересен. Ваш девиз по жизни. На середину, по очереди. Цени момент. Вот и все. Это самое главное. Потому что ничего нет, ни прошлого, ни будущего, ни хрена. Вот есть сейчас. Вот я сейчас стою и говорю, цени момент. Отлично. Отличный девиз от Юрца. Девиз Вась Васича. Ой, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, говорил один рабочий. И это девиз от Вась Васича. Девиз от Макса. Будущее впереди жива... Подожди. Будущее впереди живи, играй и дыши. Будущее впереди живи, играй и дыши. И что еще нужно для жизни и больше ничего не нужно абсолютно. Макс, очень круто. Ребят, вообще каждый мужчина это охотник. А все охотники очень быстро бегают за своей добычей. Подходите все сюда. Подходите все сюда. Так, я подошел. И сейчас. Ребят, вам нужно, значит, от стола добежать, до сюда, дотронуться до этого стола, до этого. И так три раза. Кто из вас быстрее? Кто самый быстрый охотник? На счет три. На марш, поехали. На старт. Ему два шага надо сделать. Смотрю, у него ноги длинные. Не важно, значит, он самый быстрый охотник. На старт. Внимание. Марш! Файл старт! 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 Он самый быстрый спортсмен, самый хитрый, я бы сказала, самый хитрый спортсмен. Отлично, ребята. А теперь, ребят, каждый мужик, он очень выносливый, выносливый. Мы хотим проверить вашу выносливость, кто будем сейчас приседать, кто выносливее всех. Я охренела, что ли? Кому праздник устроила? Девочкам я не знаю, я понять не могу. Это что такое? Мы сейчас вас отблагодарим. Благодарность должна быть такая. Очень хорошая, Васич. Итак, ребята, встаем. Пальчик, давай встаем. Васич, ради этого стоит. На выносливость, давайте вас проверим. А что надо делать? Приседать. Кто сам выносливый? Кто больше всех по времени будет приседать? Если Катерина будет считать, я буду смотреть, кто из вас жульничает. Так. Итак, мы не считаем, мы просто кто устал, выбывает. Да. Поехали. Поехали. Иии, встедаем. Наши. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мне кажется, Васич, Васич, убивает. Двенадцать, тринадцать. Вась, Васич, выбыл я. Ноги забиты. Вась, Васич, выбыл. Не могу больше. Я поседаю. Итак, Максим. Итак, победителем становится этого конкурса наш плюс. Игровой Макс. Так, Макс, красавчик. Так, ну а следующее, ребят, такое задание. Настоящие мужчины, это всегда романтики. Ой. Сейчас вот вам предстоит такая возможность из подручных средств в течение двух минут придумать какие-то романтические подарки для ваших девушек. Так. Из подручных? Из подручных средств время пошло. Поехали. Стоят девчонки стоят в сторонке, в платочке свои, Илья. Потому что на десять девчонок посадите девять, ребят. Потому что вот десять девчонок Посадите девять, ребят Девять У меня десять У меня все равно И так Потому, потому, потому что мы пилоты Небо наше, небо наш родимый дом Первым делом, первым делом самолеты Ну я все У вас девушки, а девушки потом Итак, представление первого подарка Вася Васич, представляй свой подручный подарок Этот подарок называется Лирический лист осени Вы видите этот лирический лист осени Который находится на дереве Который уже лирический Лирический, ты хотел сказать? Лирический А, лирический А как послышалось? Венерический, братан Ну, я не знаю Там что-то сказанному у тебя не случилось Масло в уши залилось И братуха, давай-ка проверить Так вот На самом деле в Краснодаре Венерический букет это популярно Ты была в Краснодаре Так вот Вы видите Значит, опадающая осень Засохшее дерево И на нем этот милый куст Ой Венерический букет Надо было с венерического начать Действительно Один листочек остался Лирический букет Васич На меня это навеяло Честно Такое одиночество Одного листочка Одиночество И желание ему помочь Скрасить его одиночество Так Ну, к венерическому букету Здесь Вялый букет Похоронный? Вот Две никогда не дарят Ой, точно Это похоронный Вот Как бы Стоит во имя всего Вот так называется Мой букет Всегда стоит Вот так Несмотря ни на что Правильно? Юр, поняла? Да, несмотря ни на что Хоть и шипованный Но Стоит Стоит всегда Видите, какая заметка Сейчас вышла на нашем экране Мужчины На удивление Нелогичны Твердят, что все женщины Одинаковые И постоянно меняют Одну на другую Абсолютно согласен Что вы думаете По этому поводу? Та-да А кто думает? Мужчины? Да Ну, а пока Да, еще много Давайте, Макс, подходим Опа Вот это да, Макс Как это называется? Ветрус Ветрус? Это что? Для чего это приспособление? Расскажите Это для того, чтобы Вот сюда Давайте Ну вот, видишь Создаешь Славными движениями Да, то есть Когда тебе жарко Ты Создаешь Своего сердца Ветрус Да, то есть Ты создаешь Ветрус Пыль Ей было жарко, да? Когда она сильно Взволнована Взволнована Когда сильно Ей нужно немножко Остудить После всего Вот так и поняли Вот так и поняли Вот так и поняли Подарок Макс, мы оценили Макс, правда Спасибо Ребята Мужчинам проголосовать Чей подарок был Самый оригинальный Да Вы сами должны решить Кто выиграл Мы Вы должны сейчас судить Вы будете моими жюри Девчат Вы сейчас Следите Вот вы Ксю и Лея Голосуют Ребят Ну и последнее Каждая женщина Ценит в мужчине Чувство юмора И его оригинальность Сейчас мы вам дадим Вот эти листочки Вы тягиваете сами Один, два, три Листочки На них написаны слова Вам нужно сочинить С этими словами Именно Какое-нибудь четверостищее Чтобы эти слова Были обязательны Сделать комплимент Для девушки Именно с этими словами Которые указаны У вас на листочках Итак, Вась Ващич Давай твой листочек Мы скажем на камеру Какие обязательно слова Должны быть Это слова у вас, Ващич Глаза Пятка Ароматная Крутить Страстно Именно с этими словами Ващи должен сочинить Стехотеростищее Вот у меня возьми На, возьми Вот у Макса Давай, читай У Макса Такие слова По циферке 2 Волосы Переносица Шершавая Дышать И ловко Это у Макса Нашего игрового И у Юрца Губы Ушная перепонка Натянутая Одевать Задумчиво Именно с этими словами Юрец должен сочинить Четверостишее Но наши мальчики Очень эрудированные Талантливые Неповторимо оригинальные Поэтому, ребят Для вас это расплюнуть Мы вот просто это знаем Ручку дай Пожалуйста, вот вам ручечка Спасибо Сейчас, сейчас Смотрите Как вы успели заметить Катерина очень любит Проводить мероприятия Если вы хотите Провести какое-нибудь мероприятие Катерина с удовольствием Вам его проведет Посмотрите Посмотрите на нее Какая она красота На эту энергетику Если вы хотите разукрасить Свою вечеринку Я с большим удовольствием Кате помогу провести что-нибудь Она будет вашей томадой Итак, пока мальчики думают Можно мы будем петь Чтобы сделать рекламную паузу Или мы вас немножечко Отвечем Отвечем Хорошо Давай, я готов Мы просто станцуем Молча Давайте Молча станцуем Готов? Да, я готов Готов Стих Давай Обалдеть Юра, вставай вот сюда, пожалуйста Так Так Итак, давай я слова скажу С каких слов, да, начинать? Последовательность не важна Я скажу слова По которым должен Юра сочинить Это губы Ушная перепонка Натянутая Одевать Задумчиво Пять слов Комплимент для девушки А Ты задумчиво губы жуешь И кричишь так, что трещит ушная перепонка Ты натянутая На голову Шапка И кого-то ждешь И одевать тебя надо Звонко Отличная, отличная четверостиша От Юрца Отличная четверостиша От Юрца Девочки, вы считаете баллы Там у нас Слушай, ты это профессионально делаешь Серьезно, профессионально Отлично, конечно Серьезно Отлично Вась Басич сейчас у нас волнуется Идет Макс тоже сам со мной рассуждает Мы их поддерживаем Девчонки, поддерживаем наших мальчиков Я хочу, чтобы все смотрители увидели Что наши мальчики на самом деле Очень талантливые И не такие, как все А вы знаете, что вообще-то Вообще-то Вот кто-нибудь сейчас смотрит Это безумный талант Сделать из ничего, что сейчас тут есть Что-то вообще хотя бы веселое и дельное Понятно? Вот я сегодня сжег казан Я нашел казан и сжег его Но мы не отчаиваемся Потому что у нас есть противень И это все Блюдо мы отправили в духовочку Абсолютно Все отлично Катя, молодец Катя, можно посмотреть, как там? Там нельзя охлаждать температуру Все, я понял, Катя Я ушел Катя Так, по-моему, Макс готов Давай, Макс Мне кажется, готов Вась-Васич Нет-нет, ему нужно еще Так, кто готов уходить на середину Игровой Макс Если вы готовы То, пожалуйста, полный вперед Поехали Кто-нибудь Нет? Так, мальчики заканчивают свое Так Необыкновенное четверостишее Которое досталось Наверное, впервые С такими Необъяснимыми С набором слов Но нужно все-таки сделать это очень красиво Потому что девочки очень любят ушами Вы сами же понимаете, мальчики Что мы все девочки очень любим ушами И нам не важно, что вы говорите Лишь бы что-то говорили О, Милана Привет А что вы так долго делали на улице? А мы проводим испытания для наших мужчин Чтобы все смотрители увидели Что наши мужчины на самом деле самые крутые Абессия Казанова не хотела? Макс, как у тебя дела? Максик, как дела у тебя? Ты готов? Я могу, конечно Давай, можешь? Давай, Макс Бросим Бросим, Макс Молодец Итак, уходит у нас Игровой Макс На середину И он готов По циферке 2 как раз И его слова, которые он должен сказать Чуть красивее Это волосы Переносица Шершавая Дышать Самое главное, что ты и говорил до этого И главное, ловко Поехали, Макс Волосы Давай Твои волосы так хороши Да, ты пользуешься шампунем, а не мылом Ты так И дыши Нет, твои волосы так хороши и прекрасны Ты пользуешься шампунем, а не мылом Это не так опасно Так, переносица Твоя переносица Очень Гладко И неповторимо Она Очень значит Многое Она может Она может Выдавать запах Самое главное Мужчины Так Запах мужчины переносит Отлично, отлично Запах мужчины переносит Да, шершавая Шершавая твоя Щека Ну, хорошо, допустим Предположим, предположим Но она тебе же нравится Шершавая твоя щека Она так мила Необычная Страстная Отлично 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 Дышать я не могу И не остановиться Ведь я все бегу-бегу Лишь бы Забыться Тебя добиться Лишь бы Тебя Чего? Добиться Отлично И последнее твое слово Ловко 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 я передаю движения И ты повторяешь их Вновь и вновь Ведь я бог И я знаю, что Мы будем с тобой Вновь Обязательно, Макси Это паузу поддерживаю Это было отлично Отлично Необыкновенно просто Итак, слово даем Васичу Вот с такими вот словами Это глаза Пятка Ароматная Крутить И страстно Итак, Васич В глаза твои впиваю страстно Ты пятки чешешь мне с утра И завтрак пахнет ароматно Крутить любовь нам навсегда Отлично, Васич Это просто волшебно Итак, товарищи жюри Как вы думаете Кто у нас самый настоящий мужчина Кто лидировал сегодня По каким-то позициям Кто заслужил наш подарок Да, кто заслужил наш подарок Предоставляю слово Ксюм Кто заслужил наш подарок Без комментариев Итак, победила Дружба, ребята И для вас мы хотим спеть песню Ура Пойдемте, девочки Я просто молодцы И сейчас все смотрители, которые нас смотрели Увидели, что вы на самом деле Очень талантливые Необыкновенные Эрудированные Красивые И просто волшебные Вы настоящие мужчины Давайте, девчонки Все хорошо Макс, присаживайтесь На диванчик Все быстренько присели Юре А микрофон работает? Пожалуйста, проверьте Мне кажется, у меня не работает микрофон А, бюджет проверил Микрофон работает Меня, меня Слышно 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 Что, что? Лия, вот давай микрофон У меня, видите, беспроводной микрофон Моей руке Сейчас я буду Живой Да, живой Итак, давайте вот сюда Итак Подождите Вот так встаем, девчат Давайте, поехали Три Четыре Нет, сначала так У, ла-на-ри-на-ри У, ла-на-ри-на-ри А, ла-на-ри-на-ри Барбля Ну что же ты, Юрец Дорогой темною пошел За девушку вступился И сам себя ты так подгол А Ваня что вообще Домой даже не дошел Увидел мужиков Один из них вдруг словно вем Не думал, не гадал По лесу быстро побежал И девушку с водой В лесу он в этом повстречал Она направила его Вот в этот странный дом Где мы все собрались Встречаясь за этим вот столом А Макс безумный наш Зачем ты сам сюда пришел? Прокачку он искал И кажется ее нашел Его игру мы все играем Уж вот какой день Наследство впереди А Кац, конечно, позадим Эй, 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 эй Братишки, мужики Поздравить мы вас всех хотим Здоровья пожелать И денег много впереди Игру вам всем пройти И в приз наследство получить Сестренок не забыть И все, конечно, поделить Эй, эй, эй Ла-на-ри-на-ри, ой Ла-на-ри-на-ри, ой Ла-на-ри-на-ри, ой Спасибо Праздник Пашечки Праздник Пашечки Спасибо Поздравили Праздник Пашечки Пятерку, пятерку Праздником Поздравляю вам поцелуй Пасушку Пасушку ушла от нас Быстренько, да? Ну ничего страшного Браво, браво Сейчас самое главное Чтобы приготовить Нам похавать Да, и после этого Мы с вами переносимся В праздничному столу Как будет все готово Мы присоединимся Все вокруг За праздничный стол Где споем Задушевнейшие песни Задушевней Вот это жаришка была Сейчас Да, жаришка Катюха, да, пятерку Вообще Это было круто Неожиданно, что сестренка Умеет делать дела Катюш, там как-то Вообще Делать дела Мужчина думает О себе Те минуты, когда он уверен Что кто-то другой думает Мужчина не думает О себе Ли оу Ла-ла-ри-лари Оу Ла-лари-лари Оу Ла-лари-лари Оу Слушайте, давайте подумаем Вот об этом все написано На экране Мужчина ду Не думает о себе лишь в те минуты, когда он уверен, что кто-то другой думает только о нём. да! только мысли всё о нём и о нём, о нём и о нём. когда он знает, что уверен, что есть любимый человек рядом, который о нём думает, о нём заботится, о нём переживает. в пропасть, я за ним, я за ним гордо, я за ним одним, я к нему одна. Мужчина не думает о себе. Мужчина не думает о себе лишь в те минуты, когда он уверен, что кто-то другой думает только о нём. что кто-то другой думает только о нём. ну, каждый мужчина хочет, чтобы кто-то думал только о нём. Мужчина не думает о себе, да. Мужчина не думает о себе. И он о себе не думает. Конечно, он в этот момент думает о той девушке, которая думает о нём, о его любимой, о его второй половинке. кто-то другой думает только о нём. Кстати, Максон, ты знаешь, что... Абсолютно верно, кстати. Абсолютно верно. Блин, сегодня днём музыка играла, а ты Золь де Кац. Хватит. Максон, давай с тобой вальс. Незавершающий наш вальс с Максом. Поехали, треугольничек, на меня шаг раз. На церкви стояла карета. Там пышная свадьба была. Была. Ну, невеста. Прекрасно. Невеста всех крашей была. На ней было белое плачье. И может, ты не подаришь в своё кольцо? Макс, твоя красавица и чудовище. Не, ну я, может, в облике. А, ты в облике чудовища, а я красавица. Макс, ты тоже красивый. Это же мой рост, серьезно? В облике карманная кореянка в бою. И так, вы бы знали, как она сильно сжимает мои бока. Да так трещат по швам. Ну, что ей делать? Кореянке ей надо держаться на спине. И у нас балка. Вот. И мы, как бы, вот так гуляем. Если ты хочешь карманную кореянку, ты просто глотируешь за неё. Она будет весь день у тебя на шее сидеть. Ты будешь её кормить мороженым там, всяких. Она будет плеваться в тех, кто тебя обижает. Она будет пинаться в них, показывать факи-факи. Посылать в задницу, вот. Такие дела. Это очень выгодно. А ещё она может накинуться и сгрызть шею, если вот прям сильно. Ну, не мне, а врагам каким-нибудь, вот. Поэтому карманы... Мне кажется, надо кинуть карманную кореянку прямо на человека, который мне не нравится. Это новая... Новая... Да. Это кидающая. Это новая разновидность оружия Ким Чен Ына. Вот. Северная Корея. Карманная кореянка, она может просто ликвидейшн просто любого фашиста. Надо было просто Лию кинуть на тех чуваков, которые во сне к нам пришли и всё. С праздником, мужчины! С праздником, мужчины, из Оль-де-катс! Из Оль-де-катс! С праздником, мужчины, откройте печь! Ой, откройте печь, ребят! Откройте печь? Да. Подождите, карманная кореянка это сделает. Бабабабабабабабабабабам! ой-ой-ой-ой-ой ребята тут что-то есть картофель ну тут конечно это я даже не буду смотреть кому-то тушенка так вот тебе и пожалуйста ребята это мне а вас почему-то смеется как ты только что посмеял кстати знаете кто такая ася я вот недавно вспомнил ася это же моя бабуля русская моя бабушка бабушку звали ася может быть кто-то знает и пишет так ася ася хотя нет подождите она ушла из жизни понимаете да и как бы ее сейчас нету но кто-то кто-то смотрите что здесь такое ася большое спасибо огромное спасибо ася огромное спасибо можно можно я уже хочу назвать иринушка потому что я так понимаю а ирина спасибо за то что ты прислала белый виноград спасибо тебе огромное и вот здесь еще а для макса от елены спасибо что для тебя и меня как бы спрать прислала елена подавай поблагодарим вместе а елена спасибо что ты максон и мне да максон и мне прислала спрайт я очень люблю газировку сладкую я не знаю как вы так знаете это ну спасибо вам но это видишь огромное спасибо братан все праздником да 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 иди сюда не отвлекайся слава спрайт но ничего мы всегда вместе мы команда и мы всегда вместе мы команда поэтому когда елена знаю что ты прислала спрайт для меня но сама понимаешь как бы максон ничего не послали поэтому мы вот так вот так Продолжение следует...